Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с супругой, в принципе, она на самом деле, но я буду дегустировать, приготовили пирожки с капустой домашние, сосиска в тесте, беляши и грилевские колбаски в тесте. А как мы это делали, она расскажет. Добрый день, друзья! Ну что, мои дорогие, поделимся и с вами вкусняшками. Поехали! И забегу немножко вперед, а собирались делать только пирожки с капустой. Капусточку мы взяли нашу домашнюю, свежего посола. А как мы это делали, смотрите на нашем канале. Лучшая жена на свете. Я ведь буквально с просоней просто заикнулся, что захотел пирожки с капустой. И вот меня на сегодня дождалось такое чудо. Вкусняшка, не поверьте. И у вас тоже получится. Итак, друзья, для наших пирогов я буду делать две начинки. Одна у меня уже подготовленная. Фарш, лучок, чесночок, перчик. Ну, солим по вкусу, мои дорогие. А вот вторую начиночку я буду делать с нашей домашней квашеной капусточки. Как мы ее готовили, можете посмотреть на нашем канале. Единственное, что капусту достаем из баночки, отжимаем ее и режем кусочками, так, чтобы было удобнее кушать. Правильно, Зай, потому что очень удобно, когда она уже подрезана, кушать в пироге. Откусил, чтобы она не болталась у тебя, правильно? Так, ребят, разогретая хорошо сковородка уже. Там маслечко добавила. Скидываю сюда капусточку. Так. Итак, мои хорошие, сейчас она будет обжариваться. Каждую стадию я вам буду показывать, потому как сначала она должна немножечко обжариться, а потом только, только потом замечу, я добавляю лучок. В самом конце перчик черный и чуть-чуть сахарочку. А пока готовятся пирожки, у нас готовится перчик болгарский. Вкусняшка будет фаршированный. Как-нибудь покажем. Но это следующая история. А пока делаем пирожки. Совершенно верно. Пока подготавливается у нас капусточка. Ребят, я уже, кстати, один раз перемешала ее. Сейчас буквально 2-3 минуты, и я буду закидывать лучок. Но пока жарится капусточка, мы же должны подготовить тесто. Первое, что я делаю, я делаю опару. На опару у нас идет, берем кружечку, Добавляем 3 чайные ложечки сахара. Далее всыпаем дрожжи. Сухие обыкновенные, да? Да, сухие, да, в самом момент. И тепленькую, чтобы пальчик выдерживал водичку. Мы делаем первую опару. А опару для чего? Чтобы пошла закваска? Конечно. Как только появится шапочка, мы ее выльем. Все, стоит. Пока отставляем. Дальше поехали. Будем использовать дальше, ну, если с на муку, сахар, соличку. Это обязательно растительное масло. Так, поехали. Все второпяк, все спонтанно, кушать уже очень хочется. Добавляем соль, ложку чайную. Даже чуть-чуть побольше. Ребят, самое главное, соль не забывайте. Если вы не покладете соль, у вас тесто будет белого, не будет красивого зажара, да и вкус будет совсем другой. Опять чуть-чуть сахарком. Полторы столовые ложки, в нашем случае. Так, добавляем растительное масло. Где-то 2-3, это точно столовые ложки. А дальше я буду при замесе добавлять. В принципе, нужно на глазок. Да, да, совершенно верно. Сейчас поднимется пеночка. Мы увидим, что у нас дрожжи заработали. Будем все смешивать. Мука у меня уже подготовлена, просеянная. Ребят, прошло где-то буквально 3-4 минутки. У нас уже, видите, капусточка стала обжариваться. Теперь мы добавляем лучок. Где-то я добавляю, у меня получилась лучина такая крупненькая. Кубиками режу ее сюда. Ну, это на любителя, во-первых. Ну, конечно. В любом случае на глаз, поэтому, извините, мы не по рецепту. Мы делаем все на глаз, как мы любим. Ну, я думаю, уж протушить капусту практически каждый умеет. Даже я. Это точно. Итак, ребята, как мы видим, шапочка уже поднялась. Выливаем. Пошел где-то 5 минут. Меньше, оно быстро. Мне только, зайка тебе кажется. Оно быстро. Не знаю, но как показалось. Добавлю еще водички. Вот так. Пол чашечки, да? Ну, да. Ну, там 200 получается. А теперь, ребята, в тесто я яйцо не добавляю. Я считаю, что этого не надо. Если бы делал в молоке, как булочки, то да. Так, далее. Я, ребят, сколько я из расхода муки, я вам потом скажу. Так. Вмешиваю. Ну, сейчас сколько насыпало, ты же знаешь. Сейчас здесь 800. 800 грамм. Да. Ну, рассчитывайте, что где-то уйдет килограмм. Вот чуечка мне подсказывает. Ну, там будем смотреть. Сначала вымешиваем ложкой. Итак, ребят, ложечка я уже вымесила. Сейчас я вымешиваю руками. Как вы видите, она у меня такая мягенькая, все податливая. Именно мучную сторону всю я вымесила. Теперь буквально вот так вот на ручку я делаю маслечко. И вот так мы делаем. Вот. Видите, ну, все быстренько, оно дружит хорошо. Опять же, кто умеет готовить тесто, этот момент можете пропустить. Вот. Все. У нас дружба такая с тестом. Фу, фу, хорошая. Теперь мы его накрываем и оставляем до подъема. Там вы будете видеть, а я вам покажу, как у меня. Итак, мои хорошие, вы видите, насколько оно румяное и красивое у меня получилось. Сейчас мы добавляем сюда перчик. Ребят, индивидуально, по вкусу. Может, кто-то какие-то еще травки любит, но мы не любим. Мы только чисто черный перчик, чтобы был ароматик. Все, буквально сейчас, ну, и минуты не займет. Смотрите, какая по вкусу у вас капусточка. Если у вас она подкисленная, сахарку немножечко добавьте. Я в любом случае и всегда, кто знает, кто смотрит наши рецепты, о том, что я всегда для вкуса сахарок добавляю. Свостяна. Да. Итак, мои хорошие, капусточка, я ее выложила, она у нас остывает уже. Начиночка с капустой. И я все-таки решила своих уж баловать, так баловать. Еще сделаю сосиски в тесте. Я всегда, ребята, сосиски сначала обжариваю. Они в тесте дают обалденный аромат. Кошечка моя знает. Конечно. А у кошечки потом кубики живота пропадают. А потом кефирчик. Вот это свое любимое молочко, конечно. Как всегда. Продолжаем дальше? Да. Ребят, итак, прошло ровно 18 минут. Вы видите, какое у меня тесто уже. Сейчас буквально, ну, я не знаю, может быть, минут 5 я начну с ним уже работать. Покажем? Конечно. А в это время фаршированный перчик уже готов. Издевается запахами над моим желудком. Ничего, будем терпеть. Итак, кусочки, грамм по 30 теста берем. Первое я сейчас буду делать сначала сосисочки в тесте. Так, подзащипываем. Чувствую, до вторых я уже не доживу. Доживешь, да, Горя. А я уже с сосисками наемся, уже больше ничего хотеть не буду. Все, замечательно. И так делаем сосиски, да? Да. И так делаем. И продолжаем с остальными. Совершенно верно. Так, у нас все разогретое. Масло отступит. Да. Закладываем наши сосисочки. В тесте. В тесте, дорогой, в тесте. И ждем, когда будем закладывать в желудок. Уже скоро. Ну, в принципе, чтобы не терять время у людей, я думаю, все прекрасно понимают, что нужно обжарить с одной стороны, с другой и не пащить. Совершенно верно. А пока жарятся сосиски в тесте, супруга продолжает делать пирожки с капусточкой. Совершенно верно. Так, поехали. С капусточкой. И залепить. Практически, как большой вареник. Ну, выглядит так. Такие лапусики. Сейчас они полежат, опять поднимутся. И продолжаем дальше? Да, продолжаем дальше. Так, закладываем теперь пирожки с капустой. Красавчики. Ну, и в принципе, чтобы не тянуть ваше время, так же само обжариваем. Конечно, конечно, все так же. Пирожки с капустой жарятся. Сосиски в тесте уже почти готовы. А супруга продолжает делать пирожки с мясом. Да, родная? Да. Техника та же самая. А не такая техника. Это фактически дорогой мой, белеший. А вот там девочка. А так и должна быть. Ага. Конечно, чтобы сочок запечатается, они будут вкусненько сочные. Все, продолжаем в том же духе, а то и сейчас потеряю сознание от запахов. Теперь закладываем наши пирожки с мясом. По-другому беляшики. Ну, как я вижу, дырочкой вниз. Все правильно. Продолжаем. А пока беляши готовятся, пирожки с капустой и сосиска в тесте уже готовы. Это какое-то издевательство, ребята. Спасайте. А пока все готовится, я продолжаю кормить животных. Курочек, уточек, перепелов, фазанов, собак. Их тоже всех нужно кормить. Ничего. Все будут сыты, папа всех накормит. Первая партия беляшей готова. Не буду скрывать, два я уже одолжил, скажем так. Следующая партия готовится. Красота. И поверьте, вкуснота. У супруги осталось немножко теста, а у нас оставались со вчера колбаски гриль. Она их тоже завернула. Вот молодец. Все безотходно. Итак, друзья, наконец-то все уже пожарилось. Все у нас готово. Ребята, все мы приготовили. Приятного вам всем аппетита. Надеюсь, у вас тоже получится. Да я уверена, ребята, что у вас все получится. До новых встреч. До свидания. Ждем вас на нашем канале. Уверен, у вас будет не хуже, чем у нас. И напомню, начинало все с пирожков, с капусты. До встречи, друзья. Продолжение следует.